Проектирование современного полигона твердых коммунальных отходов на Камчатке завершат в 2023 году. Площадка подстроительства комплекса уже определена. Экология вообще ставка, которую мы делаем в развитии края нашего города. И, конечно, говоря о том, что наш город располагается в уникальном природном ландшафте, мы не должны забывать о том вреде, который, к сожалению, природе наносится. Самую большую озабоченность вызывают очистные сооружения. Действительно, они не модернизировались в советское время на системной основе. Сейчас нам предстоит эту работу с привлечением федеральных средств планомерно реализовывать. Она не будет закончена в течение года-двух. Она займет пять лет и более. Но самое главное, что мы поэтапно, шаг за шагом будем эту проблему решать. Второе направление, связанное с экологией, которое обозначил Владимир Путин, рекультивация существующей свалки и строительство нового полигона ТКО. Должна быть полноценная рекультивация и старой свалки, которая находится вблизи озера Приливного. А взамен будет построен современный экотехнопарк. Смысл заключается в том, что будет стопроцентная сортировка отходов, максимальное выделение полезных фракций, которые могут быть использованы как вторичное сырье. И на базе этого производства, назову его так, потому что это не только захоронение. И не столько захоронение. Это именно вторая жизнь для сырья, которое может быть извлечено из мусора, который формируется. Будут возникать бизнесы и коммерческие предприятия будут использовать для собственного функционирования. Собственно, площадка уже определена. И сейчас вместе с Федеральным институтом развития ППК РЭО, российским экологическим оператором, нам предстоит проект завершить до начала, до первого квартала 2023 года, а затем уже согласовать этапность и источники финансирования для его реализации. Владимир Солодов отметил, что полигон твердых коммунальных отходов – это стратегический объект, который будет построен во исполнение поручений президента в кратчайшие сроки. Продолжение следует...